Для горожан тревожные сигналы скорой стали привычными в дни и месяцы пандемии коронавируса. Сегодня жители региона обслуживают около 250 карет скорой. В областной столице ежедневно на вызов к пациентам спешат от 30 до 35 машин. Но есть и другая статистика. За прошлый 2020 год машины с проблесковым неотложным сигналом 36 раз попадали в аварии. Половина таких ДТП произошла на оживленных перекрестках. При выезде медицинских карет навстречку или проезд на запрещающий сигнал светофора. Это кадры недавней аварии на пересечении улиц Туполева и Маяковского. С места ДТП госпитализировали всех, кто находился в перевернувшейся машине скорой. Водителя, фельдшера, пациента. И вновь перекресток. Вновь вынужденный проезд на проблесковой скорой на запрещающий сигнал. Машина скорой помощи, идущая со спецсигналами, она не просто так едет. Только в двух случаях она может так делать. Это идущая на вызов к пациенту и перевозящая больного в больницу. И зачастую речь идет даже не о минутах, а секундах. Поэтому большое спасибо тем, кто все-таки уступает нам дорогу. Реалии пандемии диктуют новые правила жизни. И ежедневно каждый экипаж скорой выезжает на вызов от 15 до 30 раз. Пиковые нагрузки фиксируются два раза в день. С 9 до 12 часов и с 18 до 20. В эти временные рамки диспетчер скорой принимает до 88 вызовов в час. И каждому нужно успеть, каждому помочь. Когда вы и ваши близкие здоровы, то скорая помощь с спецсигналами на встречной полосе или на перекрестке вызывает страх, раздражение, некое опасение. Все меняется, наоборот, когда вы ждете приезда врачей. Вот тогда минуты стоят с часами. Вот тогда сигнал сирены воспринимается как шанс на спасение. Врачи не устают повторять. Пандемии не повод отказывать в медицинской помощи людям с другими диагнозами. Все вызовы скорой помощи нашим диспетчерским центрам сортируются и подразделяются на несколько категорий срочности. За последние дни среднее время доезда бригад на вызовы скорой медицинской помощи в экстренной форме, то есть там, где есть непосредственные угрозы жизни, ДТП, инфаркты, инсульты, вызовы гражданам на улицу. Среднее время доезда составляет чуть больше 17 минут в областном центре. Если говорить про Калининский район, это чуть больше 32-33 минут. Безусловно, большее число вызовов сейчас связано с пресловутым коронавирусом. В этих случаях неотложку приходится ждать часами. И в эти часы ожидания важно прислушаться к четким рекомендациям врача-консультанта, с которым вас соединят по телефону, пока едет скорая. А приедет она обязательно, несмотря на сильный мороз, жару или слякоть, днём и ночью, выходные или праздник. А потому, услышав на своём пути тревожную сирену, уступите дорогу, приглушите раздражение. Не от хорошей жизни летит по встречке неотложка. Кому-то в эти часы действительно плохо. И счёт идёт на секунды. Субтитры создавал DimaTorzok